Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов Красноярского края. Главная задача подвести итоги 2016 года и наметить планы на будущее. Как отметил министр финансов Владимир Бахарь, бюджетная политика региона успешно адаптируется к новой экономической реальности. По ключевым показателям Красноярский край занимает лидирующие позиции в стране. Например, по размеру доходов и расходов в пятерке субъектов, а по наполняемости федеральной казны на седьмом месте. При этом наблюдается существенный рост доходов и расходов, а также снижение дефицита бюджета края. Если оценивать два предыдущих года, в целом у нас налоговые и неналоговые доходы увеличились более чем на 40 миллиардов рублей. Это действительно серьезный показатель. При этом, если говорить, куда по-крупному эти новые доходы были направлены, то примерно две трети это на дополнительные расходные обязательства. Здесь все и заработная плата, и меры соцподдержки, и капитальные вложения. А еще треть примерно этих доходов была направлена на снижение дефицита бюджета, что тоже очень важно, и губернатор перед нами такую задачу ставил. Задачи на следующий год обозначил губернатор Виктор Толоконский. Он подчеркнул, что необходимо продолжать наращивать доходы края. А для этого надо повышать эффективность управления. Но главное – работать над увеличением собираемости налогов. Это касается как крупных и средних предприятий, которые пытаются увезти налоговые платежи из региона, так и самозанятых граждан. Также губернатор отметил, что муниципалитетам необходимо научиться перспективному планированию. Бюджетная политика муниципальных районов и городов должна быть А. Более ясная на перспективу, должна выйти за горизонт годового планирования очень серьезно. И Б. Должна давать муниципальному району и городу свободные инвестиционные деньги. Продолжение следует...